Кантри-вестерн, это значит кау-коин, в нашем магазине мы встречаем таких людей, они живут в кантри, вот примерно в такой кантри, где мы сейчас проезжаем, ходят они в шляпах с пряжками и выглядят очень красиво. Другой имидж антический, опять же в своей тусовке, и вот только нарядиться в каком-то образе, появиться на публику, все, к вам обеспечены ваши друзья по интересам. Здорово. Да. Мы приехали в Шагово, хорошо, что мы не едем против солнца, здесь живет прекрасный золотой куст, поддерживая улыбку, мы охотимся, его уже не видели, не видели, любимое нами место это любимое. У меня есть фотографии про этого кверх ногами, ну не все кверх ногами, я даже опубликовала там несколько секундное видео, потому что я перевернула их на место, там такой под небом золотым есть город, Либо небо голубые, здесь город золотой, с прозрачными воротами и яркими воротами, а в городе в том городе, там сад, Ну тогда у нас все травы и цветы, играют там живут, глядают там живут, вот это птиц. Так я уже не стих вспомнила, там ни слова про быка. Одно как си... нет. Одно как... А что туда не поехало? Какого цвета лев? Туда нет дороги. А вон туда? А луна. А та дорога ведет на 27-й, но я все-таки тешу надежду увидеть нашего быка. И тем более, смотри, солнышко туда светит, посмотри, сейчас будет очень красивая дорога. Одно как синие огнегревые, лев другой. Вол, исполненный очей, вот, вот, я нашла, это вол, исполненный очей. Вот как. Ага. А с ними золотой орел небесный, чей так следил взор. Вот сколько апельсинов. Все покрыто апельсинами. Все покрыто апельсинами. Знаешь вкус, какой у этих апельсинов? Ну кто его знает? Мы не пробовали. Вкус у них, какой уксус. Все зависит от... Ну, а это декоративные апельсины. Мне декоративные уже давно собрали. Издали знать, какие они. Шугалов Маунтэн Рэндж. Вот место ранчо. Тут я прочитала название с изображением петуха. Он какой стоит. И тут есть ламы. И вот ты сейчас берешь камеру в свои рученьки. Это ламы. Они кушают сено. Стоят они в стойле. Они молодые ламы. А вокруг кричат петухи. А там свиня? Какой она сложится? А там свиня, да? Нет, там тоже какая. Ну посмотри что. Это лама. Какая лама черно-белая? Лама черно-белая. Лама черно-белая. Какая? Свинья? Да, это свинья. А, это свинья. Конечно. Это свинья. Это свинья. Какого размера? Это декоративная какая-то, образцово-показательная свинья. Вот такое замечательное хозяйство. Недаром же я вернусь. А это кто рыженьки? Это тоже лама. Это свинья и лама вместе. Петухи недоступны. Великолепно. Лама и свинья. Недаром я этот стих тут читала. Гуляют тут животные невиданной красы. Головку подняла. Да хорошо. Все чешется у меня. Ой, какая, какая свиночка. Пушистенькая. Что-то там ковыряет. Это я не ошибаюсь. Это ее яйца. Я не вижу. Ой, какой красивый ламп, смотри. Они на нас тоже обратили. Поедем дальше искать бука, смотреть на оленя. Конечно. Мотор. Оленя. Оленя. На нас обратили внимание. Ой, красивый ламп. Косули. Косули, да? Они называют их девянуто. Вот эти вот. Малыши. Ну как, мы же не можем через забор прыгать. И они выглядят на нас. Плохо видно, но все равно удовольствие от встречи. Прекрасно. По сути. Олешки такие красивые. Продолжение следует... Продолжение следует... Жигалов — это сахарная голова. Это мой вольный перевод. Лов означает... Ну, как вот в старину продавали сахар. Такими большими кусками. Лов в этом, в общем-то, означает... Сейчас скажу, что лов означает... В буханках бывает буханка хлеба, да? Ну, наверное. Опять луна. Мы готовимся к празднику полнолуния. О, мы в полной боевой готовности. Все возможные ритуалы, которые предусмотрены в этом день, можно совершать. Поэтому мы забрались на самую высокую точку в Флориде. Которая является жигалово. Сахарная... Вы видите, какие сахарные здесь образы. Например, в лугах. Животные невиданные крысы. Там с одного места тоже Орлана. В следующий раз мы будем здесь делать фотосъемку. Потом я соберу эти фото в видеомонтаж, чтобы показать, что это действительно самая высокая точка в Флориде. Да, у меня он Орлана отсюда, как на латунике. Но, к сожалению, эта техника не опасна. Я вам дал Орлана. В городе Орлана. В городе Орлана. В городе Орлана. Мы находимся. Каждый вечер мы ходим на прогулку свою. Чтобы поделиться с нашими друзьями. Видами, красотами, которые нас окружают. Это что-то стало. Это мужчина? Нет, это женщина, это просто молодая девушка, а папка не одна. Папка ее учит водить жить по лесам. В этом месте живут очень богатые люди. Они обладают земельными. Против беда. И они не выращивают. Но продажи. Они занимаются, так сказать, или спасение диких животных. Как вы видели Америки. Скорее всего, и там поддержки спасенные лесы. Природы. Они выращивали цептические животные. Которые, потому что альбовка и ламы, это все такие животные. Которые месты. Южная Америка. Америка. То, что было беда салитом, и я именно с этим присоществом, это просто таинственное, что такое дежа. Вот телевизор, все в том, что дежа. А, если человек не стоит, поехал по этому поводу, утра, то потом, посетенство Томбором, собираемся. Приятного аппетита. из которых у нас в городах нет конечно это не только в городах это все-таки дело с лукостью на русском украинские люди тоже спадают да вот ладно на этой веселой ноте поспокитаем ненадолго а ненадолго еще посмотрите какой красивый дом в лучах заката дом ангар для самолета и еще хоспостройки вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok